Первого апреля свои двери перед абитуриентами и их родителями открыла высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Для многих ключевым вопросом является, я получу образование, что дальше. Это хорошо, сегодня люди стали задаваться более длительным вопросом о своей жизненной перспективе. Поэтому в рамках встречи гостям попытались ответить на все интересующие вопросы. О правилах поступления, студенческой жизни и самое главное, как им пригодится образование в дальнейшей карьере. Гости также ознакомились и с техническими возможностями высшей школы. Беседа проходила в шоуруме. Формат встречи тоже очень удивил школьников и родителей. Вместо привычных рассказов о факультете и институте перед присутствующими выступили практикующие журналисты, которые когда-то окончили Казанский университет. Особенностью сегодняшнего дня открытых дверей у нас является то, что мы делаем ставку не столько на встречу потенциальных абитуриентов, их родителей с преподавателями высшей школы журналисти и медиакоммуникаций, сколько на их встречу, на их общение с потенциальными работодателями, с теми людьми, кто сегодня уже состоялся на медиарынке, кто сегодня уже известен. Мы сегодня не просто встречаемся с теми, кто будет работодателем, но кто эту карьеру, свою жизнь устроил, опираясь на диплом Казанского университета. Сами школьники подошли к выбору своей будущей профессии очень ответственно. Я считаю, что с 8 класса уже нужно задумываться, куда ты будешь поступать и обдумывать свою дальнейшую жизнь. Мне эта профессия кажется более интересной, потому что ты общаешься с людьми, набираешься опыта во время этой работы и новые друзья, новые общения, это круто. Я считаю, что очень интересно узнать что-то до самого поступления и получить более полный образ о факультете, на котором ты идешь. Скорее меня больше привлек сам факультет в связи с общественностью, потому что я считаю, что реклама очень востребна в наше время. Выпускники Казанского федерального университета сейчас работающие на телекомпаниях ТНВ, ВГТРК, Татарстан, в республиканских газетах и журналах рассказали о своем опыте и достижениях. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.